Всем привет! В прошлом выпуске на нашем канале мы рассказали о том, как мог бы выглядеть главный стадион страны на данный момент. Если пропустили выпуск, ссылочка будет в описании к этому видео. Сегодня мы продолжим рассказывать о футбольных стадионах, которые находятся в Минске. Сегодня речь пойдет о стадионе Динамо Юни. Мы немного расскажем об истории арены, о том, что было, что есть и что могло быть. Не забудьте поставить лайк под видео и подписаться на наш канал. Не переключайтесь, будет интересно! Стадион был построен в 2000 году и первоначально назывался Дорида. Являлся домашним стадионом команды Дорида из Минского района, которая уже давно пропала с футбольной карты страны. В 2008 году стадион был выкуплен Минским Динамо и переименован в Динамо Юни. В 2012 году было объявлено о реконструкции стадиона и был представлен ее план. Стадион планировали сдать в эксплуатацию в начале 2014 года, однако до июня 2015 года не было достигнуто договоренности с жильцами района. В июне 2015 года коммерческий директор Динамо Сергей Варкалов рассказал, что за оставшееся время 2015 года планируется снести трибуны и завершить работы по полю. А в 2016 году планируется возвести трибуны вместимостью в 7000 зрителей. В 2016 году коммерческий директор Минского Динамо Сергей Варкалов заявил, что Минская Динамо вернется на Динамо Юни в июле 2017 года. И даже этому не было суждено сбыться. Официальное открытие стадиона произошло лишь в сентябре 2021 года, но об этом чуть позже. Давайте для начала посмотрим, каким был стадион Динамо Юни в начале. После того, как стадион выкупила Динамо, на нем произошли небольшие косметические изменения. Появилась небольшая крыша над трибунами, а также появилась большая надпись на одной из трибунах. Возможно мы о чем-то забыли. Если вы помните, какие изменения тогда произошли на стадионе еще, напишите об этом в комментариях. Как уже и говорили выше, реконструкция началась в далеком 2012 году. После старта реконструкции главный план менялся бесконечное количество раз. Болельщикам обещали то одно, то другое. Но как часто это бывает, в итоге получилось совершенно не то, что планировали. Одной из главных проблем при строительстве полноценного стадиона было то, что с одной стороны стадиона буквально примыкает к жилым домам. И что построить полноценную трибуну, а не маленькую, которая была до этого, нужно было решить вопросы с людьми. Но этого, к сожалению, сделать так и не удалось. Поэтому стадион имеет лишь три трибуны, что очень сильно влияет на атмосферу и восприятие футбольного матча. Второй проблемой стали проблемы внутри Минского Динамо и лично бывшего владельца команды Юрия Чижа. Из всего этого реконструкция остановилась на пару лет. В какой-то момент у болельщиков даже появилось сомнение, а сделать ли хоть что-то. Сделали. Правда, понадобилось на это 10 лет. Но давайте отдельно остановимся на том, каким бы мог получиться стадион. Проектов реконструкции было достаточно много. Но вот этот был уже утверден. И даже начались первоначальные работы. Что сразу бросается в этом проекте в глаз, что очень большие планы были на прилегающей территории. По плану должна была быть построена шестиэтажная гостиница-интернат, предназначенная для проживания юных воспитанников Динамо. Там же должен был разместиться и медиковосстановительный центр. Вот такие обещания давали в то время болельщикам, когда рассказывали о реконструкции прилегающей территории. Помимо гостиничных номеров, в здании должны были размещаться медицинско-восстановительный центр с сауной, бассейном, тренажерным залом, массажными кабинетами. На первом этаже должны были расположены быть рестораны и салат-кафе. Часть этажа с видом на тренировочное поле отведена под интернет-кафе, где родители юных футболистов смогут скоротать время. На верхнем уровне предусмотрена открытая терраса с уютным кафе, откуда можно будет наблюдать за ходом матча на большом игровом поле. Во внутреннем дворе будет оборудована удобная парковка. Все это великолепие планировалось ввести в эксплуатацию к апреле 2014 года, но, к сожалению, все это осталось лишь на бумаге. Так что получили болельщики после реконструкции стадиона? Спортивный объект включает в себя три поля. Основное имеет искусственное покрытие, заложенная функция подогрева, что позволяет проводить тренировки и матчи при любой погоде. Два поля поменьше предназначены для тренировочного процесса. В пространстве под западной трибуной разместятся раздевалки для спортсменов и медицинского кабинета. Наверху будет работать кафе. Под северной трибуной оборудуют помещения для хранения спортивного инвентаря, обеспечения технических нужд объекта. В южном будет располагаться действующая на базе клуба футбольная академия. Предусмотрены жилые комнаты для иногородних учащихся, учебные классы, помещения для приема пищи. Официальное открытие стадиона состоялось 3 сентября 2021 года. Но в 2021 году на стадионе играли лишь юношеские команды, а также женская команда. Но уже в новом году все любители футбола сами смогут оценить, что из себя представляет стадион после реконструкции. Уже 5 марта запланирован матч за Суперкубок Беларуси между Боте и Солигорским Шахтером. А это значит, что до старта нового сезона в белорусском футболе осталось меньше месяца. На этом на сегодня все. Не забывайте подписываться на наш канал, если хотите быть в курсе всего интересного, что происходит в белорусском футболе. С вами был канал Родный Футбол. Еще увидимся! Редактор субтитров А.Семкин